МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С профессиональным праздником работников поздравил губернатор Игорь Кошин. Здравствуйте с главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Принят бюджет Неницкого округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. На завершающей в этом году сессии окружного собрания депутаты одобрили проект закона во втором чтении. В последующие три года бюджет будет по-прежнему тяжелым, но сохранит социальную направленность. Исполнение бюджета будет направлено на выполнение майских указов президента, обеспечение занятости населения и экономическое развитие региона. Главные параметры бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выглядят следующим образом. Прогнозируемый объем доходов составляет 12 миллиардов 64 миллиона рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – 11 миллиардов 838 миллионов. Общий объем расходов запланирован на уровне 12 миллиардов 868 миллионов. Дефицит бюджета в следующем году предусмотрен в сумме 803 миллиона или 6,8 от общего объема доходов. В плановом периоде 2018 и 2019 годов доходы и расходы бюджета округа будут снижаться. Верхний предел государственного долга установлен в размере 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Расходы бюджета сформированы в программном формате и будут распределены по 30 государственным программам. Бюджет был и остается с ярко выраженной социальной составляющей расходной части. Расходы окружного бюджета на 2017 год распределяются по разделам бюджетной классификации следующим образом. С максимальной долей 28,4 процента, как и было ранее, остаются расходы на образование в сумме 3 миллиарда 649,2 миллиона рублей. Чуть меньшую долю занимают расходы на социальную политику 19,3 процента в размере 2 миллиарда 487,7 миллиона рублей. Расходы на национальную экономику занимают долю 14,6 процента и составляют 1 миллиард 808,1 миллиона рублей. Расходы на здравоохранение занимают долю 9,6 процента с суммой 1 миллиард 231,4 миллиона рублей. Доля жилищно-коммунального хозяйства 7,6 процента в суммовом выражении составляет 981,9 миллиона рублей. В бюджете предусмотрены средства на софинансирование дополнительного образования по принципу 20 на 80, в общей сумме более 82 миллионов рублей. 28 образовательных учреждений получат целевые субсидии, в сумме 25 миллионов на проведение ремонтных работ. Татьяна Лагвиненко подчеркнула, расходы на содержание органов власти в 2017 году будут снижены и составят 965 миллионов рублей. По правкам губернатора, расходы на содержание органов окружной исполнительной власти сокращены ещё на 10 процентов, также снижены на 5 процентов содержание счётной палаты Ненецкого округа. Данные суммы были направлены на финансирование учреждений дополнительного образования. В следующем году существенная сумма расходов – 1 миллиард 290 миллионов рублей – будет направлена на поддержку организаций и предпринимателей, на производство товаров и оказание услуг населению. Более полумиллиарда рублей запланировано вложить в строительство 29 капитальных объектов. В целом, по словам главы региона, расходы были запланированы таким образом, чтобы обеспечить выполнение майских указов президента, занятость населения и продолжить экономическое развитие региона. Мы вместе с вами продолжим дальнейшую работу по переходу на адресный принцип предоставления мер социальной поддержки. Мы действительно должны поддерживать, прежде всего, людей, нуждающихся в этом. Продолжить работу над дальнейшим созданием жилищно-коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. Мы должны продолжить строить жильё, а также объекты социальной инфраструктуры. В 2017 году будут оптимизированы некоторые меры социальной поддержки, за исключением выплат инвалидам, детям войны, труженикам тыла. Также сохранены выплаты пенсионерам в размере 3100 рублей и 2700 рублей. Принято такое совместное обоюдное решение с администрацией округа, что эти выплаты мы сохраняем на следующий год и ежемесячно они также будут выплачиваться. Хотя мы понимаем, что мы должны всё-таки эти выплаты производить с учётом нуждаемости населения. Мы в следующем году продолжим работу над социальным кодексом, где всё-таки определим какой-то критерий нуждаемости по выплатам. Также на сессии тайным голосованием депутатов была утверждена новая кандидатура на должность уполномоченного по правам человека. Новым омбудсменом Ненецкого округа назначена Лариса Сверидова. В соответствии с законом округа уполномоченный назначается сроком на 5 лет со дня принесения присяги, которую Лариса Сверидова принесла в зале заседания. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Определены члены конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Наринмар. Назначение кандидатов прошло путём представления кандидатур губернатором Ненецкого округа и голосования депутатов горсовета на очередной сессии. В связи со стечением в марте 2017 года срока полномочий главы Татьяны Фёдоровой на сессии был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город Наринмар. Дата конкурса 30 января 2017 года. Для его проведения необходимо сформировать комиссию. Своим правом уже воспользовался губернатор Ненецкого округа и представил пять кандидатур в состав комиссии. Оставшиеся пять мест в комиссии заняли депутаты городского совета, определенные голосованием на сессии. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования в следующем составе. Васильев Михаил Викторович, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата администрации Ненецкого автономного округа. Еремеев Алексей Анатольевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Маркелова Елена Владимировна, начальник управления государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации Ненецкого автономного округа. Сидорова Наталья Александровна, представитель губернатора Нинецкого автономного округа, собрание депутатов Нинецкого автономного округа, Шевченко Анастасия Александровна, главный консультант отдела законодательства в сфере государственного устройства и местного самоуправления правового управления аппарата администрации Нинецкого автономного округа. Дроздова Вера Аминировна, депутат Совета городского округа, Орлова Татьяна Никандровна, 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 Депутат Совета городского округа на первое полугодие 2017 года. Всего на сессии рассмотрели 10 вопросов. Губернатор поздравил работников Наринмарской электростанции с профессиональным праздником. Игорь Кошин принял участие в торжественном собрании предприятия, посвященном Дню энергетика. Наринмарская электростанция – одно из крупнейших предприятий региона. Мощность энергогенерирующего оборудования составляет более 38 мегаватт. Протяженность линии электропередач почти 338 километров. На предприятии работают 167 человек. Примечательно, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда ваша работа наиболее заметна в северном полушарии. Правда, у нас ваша работа наиболее заметна далеко не день, а несколько месяцев полярной ночи, сказал Игорь Кошин. Наринмарская электростанция является одним из самых стабильных, успешных окружных предприятий. Безусловно, это результат вашего качественного труда, компетенции, хорошей организации производственного процесса, подчеркнул губернатор. Надежное электроснабжение потребителей было и остается главным направлением в работе предприятия. Показателем является статистика аварийных отключений потребителей. По итогам работы за 2015 год произошло всего 10 отключений, за 2016 также всего 10. Эти показатели стали возможны в частности благодаря техническим осмотрам и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования предприятий и сетей, модернизации системы автоматического управления станцией, выполнению программы по замене ветхих сетей и инвест-программы по реконструкции воздушных и кабельных линий. Программы электроснабжения и оптимизации работы оборудования позволили снизить собственные затраты предприятия почти на 22%. Сегодня отмечают праздник и сотрудники Пенсионного фонда. Федеральная структура образована 22 декабря 1990 года для Государственного управления финансами пенсионного обеспечения. Созданием фонда появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсии и пособий. Средства для этих выплат стали формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов работодателей и граждан. С 26-летием за дня основания Пенсионного фонда коллектив Нинецкого отделения поздравил губернатора Нинецкого округа Игорь Кошин. «Вы олицетворяете заботу государства о людях высокого возраста. Желаю, чтобы на долгие годы с вами оставалась чуткость, отзывчивость, доброта. Это именно то, чего сегодня так не хватает», – отметил глава региона на торжественной встрече с сотрудниками фонда. По данным Пресс-службы регионального отделения фонда, в Нинецком округе в настоящее время выплачивается пенсия 13 тысячам жителей региона. Социальные выплаты получают более 1,2 тысяч человек. В системе персонифицированного учета Нинецкого отделения хранится информация о пенсионных счетах более 53 тысяч человек. Более 3 тысяч – владельцев федеральных сертификатов на материнский капитал. Количество страхователей, состоящих на учете, составляет более 3 тысяч жителей округа. Проверили состояние спортивных площадок и организацию зимнего досуга для населения. Нинецкие активисты Общероссийского народного фронта инициировали серию акций в рамках мониторинга «Снежный фронт». Из деревяшки в «Монолит» 120 счастливых семей в скором времени отпразднуют новоселье в новом доме по улице Авиаторов. 120 семей Наринмара улучшат свои жилищные условия. В окружной столице завершили строительство шестисекционного многоквартирного дома по улице Авиаторов. После окончания работы приемной комиссии будут подготовлены необходимые документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома. Новое жилье в нем получат переселенцы из ветхого и аварийного фонда. Всего в новом доме 120 квартир, из них однокомнатных 31, двухкомнатных 61 и 28 трехкомнатных. Контракт на строительство дома был заключен с подрядной организацией ВРСМ в ноябре 2014 года. Общая стоимость строительства составила 403 миллиона 300 тысяч рублей. В текущем году также завершили строительство многоквартирных домов в поселках Индига и Шойна. Сдан дом на 23 квартиры по переулку Макарабаева и дом на 120 квартир по улице Авиаторов в Наринмаре. Кроме того, заключили государственные контракты на долевое участие в строительстве жилых помещений в Наринмаре, поселках Искатели и Красное. Согласно конкурсной документации, в результате реализации этих контрактов в ближайшие два года Нинецкий округ получит 384 квартиры общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. Наринмар Доримстрой продолжает проводить работы по реконструкции участка магистральной дороги от улицы Монтажников через улицы Угольная и Юбилейная с участком до улицы Губкина. В настоящий момент на объекты завозятся строительные материалы, выполняются земляные работы, ведется устройство временных дорог и технологических площадок, идет монтаж временных водопропускных труб, формируется дорожная одежда. По данным руководителя Наринмар Доримстроя Владимира Низьева, в ближайшие дни начнется погружение сваи для нового моста. Комплектующие для него уже начали изготавливать на окружном заводе железобетонных изделий Заполярье. В рамках контракта окружной завод изготовит плиты, стеновые кольца, фундаментные блоки, ступени, балки, сваи и другие железобетонные изделия. Сотрудничество с окружным производителем позволит сэкономить средства и значительно сократить сроки строительства. В рамках проекта до конца октября 2018 года планируется произвести реконструкцию магистральной улицы протяженностью 1337 метров и увеличить протяженность улицы Губкина на 619 метров. Также для замены водопропускных труб предусмотрено строительство железобетонного мостового перехода протяженностью чуть более 60 метров. Общая стоимость контракта составляет 258,8 миллиона рублей. При этом планируется, что строительство будет вестись преимущественно за счет средств федерального бюджета. Проверили состояние спортивных площадок и организацию зимнего досуга для населения. Ненецкие активисты Общероссийского народного фронта инициировали серию акций в рамках мониторинга «Снежный фронт». Общественники выезжают в рейды и оценивают состояние детских придомовых и игровых площадок, заливку и устройство катков. Вместе с активистами в рейд отправилась и наша съемочная группа. Свой рейд активисты начали с игровой площадки, расположенной во дворе дома номер 19 по улице Ленина. Вход на площадку заметен снегом, как, впрочем, и сама игровая зона. На карусели и лавочках лежат огромные снежные шапки. Все это говорит о том, что нога человека, а точнее дворника, не ступала сюда очень давно. Не все управляющие компании подходят к этому серьезно. Они считают, что в морозы можно их не чистить, потому что дети не гуляют. Но на самом деле есть как и хорошие компании, так и есть и недобросовестные, назовем их так. Поэтому наше внимание вот этой всероссийской акции «Снежный фронт» вот как раз поднять эту проблему, рассказать, как она у нас происходит. В такую погоду, как сегодня, конечно, гулять совсем не хочется, но это нам, взрослым. А дети радуются любой возможности выскочить на улицу, чтобы, например, погонять шайбу. Подтверждение тому вот эти мальчишки. Несмотря на отмену занятий в школах, ребята вышли на лед. Кстати, уборкой снега на этом катке занимается сотрудник спортивной школы Семен Безумов. Ну, в общем, каждый день приходится сама немного хоть почищать, чтобы шайбу гонять. А так, да, каждый день хожу сюда. То есть при любой погоде? Да, при любой погоде. А убираете каким образом? Вручной лопатой? Есть щит, бегаю там с бортов, от бортов с самой машиной. Ну, самое. Но иногда очень много наметет снегу, да, и машиной. Именно благодаря труду Семена Василийского, ребятишки ближайших домов не сидят дома перед телевизором, не играют в компьютерные игры, а проводят время активно использовать для здоровья. Именно такую цель и ставят перед собой активисты Общероссийского народного фронта – отвлечь школьников от чрезмерного увлечения компьютерами и приобщить их к занятиям физкультурой. Чудо, что у нас есть в городе такие площадки, которые, в первую очередь, бесплатные, возможно, функционируют, в принципе, для всех желающих. При этом они и чистятся. Даже сейчас школу отменили, дети уже в первую очередь побежали сюда играть. Детям, видимо, нравится. Следующий объект, который проинспектировали представители ОНФ – площадка во дворе домов по улице Строительной. По прибытию на место мы увидели целую бригаду рабочих чистого города. Это самая большая из 45 подведомственных игровых зон муниципального предприятия. Сами видите, прекрасно сейчас. Несмотря на погоду, люди работают у нас. Площадки убираются согласно графику. На замечания мы реагируем. Если такие поступают вовремя, стараемся их исправлять. По словам руководителя рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ Виктора Синявина, «Качество уборки снега на детских придомовых и игровых площадках играет немаловажную роль в организации досуга детей и формировании здорового образа жизни». Хотелось бы обратить внимание управляющей компании, чтобы обслуживали, чистили свои площадочки. И жители, если есть какие-то замечания у жителей, мы готовы по ним работать. Пусть обращается в общероссийский народный фронт. Всем будем помогать. В целом, результатом сегодняшнего рейда активисты ОНФ остались довольны. По тем объектам, которые не прошли проверку снежного фронта, в управляющие компании будут направлены замечания. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». За помощь в развитии образования и плодотворное сотрудничество. На торжественной церемонии «Звездопад успехов» наградили образовательные учреждения, педагогов и организации. Улетели, но обещали вернуться. В округе стартовала кампания по доставке школьников на зимние каникулы в родные поселки. В январе они вернутся обратно в окружную столицу. За помощь в развитии образования и плодотворное сотрудничество в Ненецком региональном центре развития образования подвели итоги работы в 2016 году. На торжественной церемонии «Звездопад успехов» наградили образовательные учреждения, педагогов и организации, которые принимали участие в проектах центра. За активное участие в образовательных проектах наградили Центр арктического туризма. За профилактические мероприятия со школьниками благодарственное письмо получил руководитель государственной автоинспекции. Грамоты получили директора школ и учреждений дополнительного образования. Руководитель центра поблагодарила своих коллег за участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Центр стал победителем в двух номинациях и выиграл два гранта. Первая номинация – «Духовность и культура» – проект информационно-издательское обеспечение развития системы образования в Ненецком автономном округе. Грант получили грант в размере 165 тысяч рублей. Вторая номинация – «Спорт» – проект методика спорта «Север». Грант в размере 92 тысячи рублей. Ольга Казицына отметила, в течение года были проведены заседания методических объединений, семинары по актуальным вопросам образования и внедрению инноваций. 177 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Велась работа по выявлению и сопровождению одаренных детей. В итоге более 2000 школьников стали участниками всероссийских, региональных и городских олимпиад. В Ненецком округе стартовала кампания по доставке детей в поселки на зимние каникулы. Вертолет, заменяющий в тундре школьный автобус, развезет по домам более 130 ребят. Всего запланировано 6 рейсов в 13 отдаленных поселений региона. Первым рейсом отправились домой уроженцы Колгуева. Школьный вертолет доставил домой 21 ребенка. Согласно предварительному графику полетов, сегодня, в четверг, из окружной столицы улетят юные жители поселков Индига и Ваучейский. В пятницу отправятся домой дети из Коткина, Нижней Пеши, Неси, Омы и деревни Снопа. На восток округа в Усть-Кару, Харивер, Каратайку, Варник и Амдерму вертолеты отправятся с 24 по 27 декабря. Компанию по доставке детей домой завершит еще один рейс в Бугрино. Обратно на учебу школьники из поселений начнут возвращаться с 11 января. Завершить компанию по доставке детей с каникул планируют 17 января. Напомню, школьный вертолет поднимается в небо дважды в год на летних и зимних каникулах. Ежегодно на эти цели администрации округа выделяется почти 25 миллионов рублей. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Напомню, увидеть наши новости можно и на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.